Школьный музей боевой славы в память сочинцев-интернационалистов создан еще в 1988 году. Все эти годы учащиеся гимназии изучают материалы по афганской войне, проводят уроки мужества, здесь же проходят встречи с воинами-ветеранами. Сегодняшняя встреча участников военно-патриотического клуба «Патриот» – дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, которая, как известно, длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Выстрелы той войны отгремели давно, уже выросло и новое поколение. Но имена героев – обычных сочинцев, которые не вернулись домой, а их 13 – бережно хранят сегодняшние школьники. Всего же в боевых действиях приняли участие почти 800 жителей курорта. Без прошлого нет будущего. Зная историю своего народа, своей страны, своего города, своего края, своей улицы, дети уже осознают, сравнивают свое поведение, понимают, какие поступки были совершены, могут анализировать и, соответственно, равняться на тех людей, которые совершили подвиг. Почтить память погибших товарищей сюда приходят и сами афганцы. Школьные музеи они называют центром патриотического воспитания. Сегодня задача ветеранов боевых действий – сделать так, чтобы о сочинских героях узнало все население города. Инициативная группа общественных организаций приступила к реализации проекта по строительству памятника воинам-интернационалистам, погибшим и воевавшим в Афганистане. Памятник необходим для того, чтобы все жители Сочи видели, что наши воины, земляки, наши сочинцы достойно воевали в Афганистане. Да, они сложили голову, защищая интересы государства и наше мирное небо. Но и город, и жители города, и гости города Сочи должны видеть, что город Сочи действительно достойный премник воинской славы. Памятный знак сочинцам, воинам-интернационалистам будет возведен в Комсомольском сквере, там же, где и памятник чернобыльцам Рыжий лист. Место это обосновано исторически, считают афганцы. Сочинцы, которые уходили на войну, были комсомольцами. 15 февраля мы все время собирались возле Зимнего театра. Это как-то уходит в прошлое. После этого ездили ребята на могилы, поминали ребят там. А теперь хоть будет место, где встретиться. Мы раньше называли день вывода войск с Афганистана, а в этом году нас уже как-то причислили к ветеранам, и дата называется окончание боевых действий. То есть все-таки войну эту признали, что она была войной. И поэтому я считаю, что памятник, который мы сейчас построим, это место, где будут собираться и матеря, и наши воины. И я думаю, даже горожане придут чисто почтить память, и это будет очень приятно. Проект памятника разработали сочинские художники. На мощенной гранитной площади появятся две переплетенные стелы из натурального камня. Черная стела – это дань памяти всем погибшим на той войне. А белая символизирует жизнь и победу. Высоту памятник достигнет 7 метров 27 сантиметров. Рядом будут установлены тумбы с фамилиями бойцов, погибших в Афганистане. Строительство памятника поддерживают и сочинцы. Я считаю, что такие памятники нужны каждому городу, потому что нужно учитывать те задачи, которые были поставлены перед людьми, которые защищали нашу родину. И они, я считаю, что достойны уважения и памяти, и чести, и каких-то похвал. Как местные жители я считаю, что да. Я думаю, это нужно. Если будет все красиво, это к месту. Это память о нашей жизни. Я думаю, что будут мне люди приходить. Сейчас объявлен сбор средств для возведения памятника. Помочь могут все желающие. Для перечисления денежных средств открыт специальный расчетный счет сочинского отделения Российский союз ветеранов Афганистана.